Существует три главных вопроса бытия. В чем смысл жизни? Бесконечная ли вселенная? И как вообще запомнить всех номинантов на золотую маску? Огромнейший список номинантов, которые один хрен никто не запомнит. Ну, хорошо, что на церемонии закрытия обычно весь список читает закадровый голос, а то было бы что-то типа этого утрированного скетча. И в номинации лучшая мужская роль представлены. Дьяков Михаил, Джон Джонсон, Брэдли Купер, Иван Дорн, Джейн Джон, Бандови, Грегори Бонжо, Джомба Джомба, Игорь Богомолов, Сергей Богомолов. И побеждает... Да пофиг, я еще даже не закончил этот список. Бонжо Крит. Моё почтение, дамы и господа, это все еще канал Про Театр, и мы все еще говорим о театре. И сегодня мы поговорим о главной российско-театральной премии и фестивале Золотая маска. Обсудим все плюсы и минусы и ответим на вопросы. Привлекает ли это новую публику или всего лишь создает закрытую тусовочку для избранных? Давайте разбираться. Немного о самом фестивале. Золотая маска «Золотая» появилась в далеком 1993 году, а создала ее общественная организация «Союз театральных деятелей России». Поначалу масочки раздавали только лучшим спектаклем Москвы, но потом на должность генерального директора пришел продюсер Эдуард Баяков и решил сделать премию Всероссийской. С каждым годом фестиваль обрастал новыми номинациями, проектами, и сейчас наградами отмечаются спектакли драматические, кукольные, музыкальные, там опера, балет, современный танец, оперета, мюзикл и экспериментальные постановки. Кроме этих основных премий есть частные. Лучший актер, лучший актриса, лучший режиссер, лучший художник, лучший распильщик бюджетных средств и так далее. Главная цель премии отмечать лучшие спектакли прошедшего сезона. Ура, отмечаем! Ну я вот так представляю этот глагол. То есть, например, если фестиваль проходит в 2021 году, то участвуют в нем постановки, выпущенные в период с августа 2019 года по август 2020. Во время фестиваля все театры-номинанты или же участники вне конкурсных проектов показывают свои спектакли на площадках московских театров. Список конкурсантов и лонглист постановок, который просто не хочется обижать, выбирает экспертный совет. А уже кто победит, решает специальное жюри. Одним из главных плюсов этого движа, как нам кажется, является возможность региональных театров показать себя. Каждый год в столицу приезжают коллективы из самых разных российских городов. От крупных городов-миллионников типа Екатеринбурга и Новосибирска до совсем малепусичных Южно-Сахалинска или Альметьевска. Вперед в Москву! Фестиваль позволяет охватить всю театральную панораму России, узнать на встречах после спектакля, как живут маленькие театры в провинции, с какими проблемами сталкиваются, как выживают или не выживают, что думают об этих москвичах и питерцах. Маска также открывает нам новые имена. Режиссеры, актеры, отхватив заветную масочку, повышают свой какой-никакой статус в глазах публики, а сами зрители начинают больше интересоваться их работами. Конечно, многие из московских или питерских имен уже могли засветиться на других фестивалях, да и вообще, у них намного больше возможностей, зачем им этот маскарад? Другое дело, ребята из провинциальных городов. С маской в кармане у тебя больше шансов выиграть денежный грант на свои будущие проекты и продолжить развиваться. Из этого следует, что еще один плюс золотой маски это ее престижность. Это ведь наш русский Оскар. Никто из российских фестивалей не имеет такого размаха. У фестиваля хорошая поддержка от Минкульта, различных фондов, Газпрома. Проведение фестиваля было бы невозможно без поддержки. У него также есть куча внеконкурсных проектов. Давайте же взглянем на весь список. Не знаешь, на какой спектакль повести ребенка? Есть программа Детский уикенд! Теперь тебе не нужен плюшевый кот. Всего лишь два билетика и вы счастливы. Нет денег на билет в Москву? Сходи в кинотеатр, там могут идти показы в рамках программы «Золотая маска в кино». Или еще лучше, спектакли маски сами приедут в твой город или же просто на экран твоего компьютера. Бесишься, что твой любимый спектакль не попал в конкурсную программу? Проверь раздел «Маска плюс». Он по-любому там, если у тебя, конечно, не совсем специфичные, не патриотичные вкусы. На маске, кстати, в организаторах работают реальные профики. В этом я убедился, будучи практикантом на самом фестивале. И нет, я не подлизываюсь, просто констатирую факт. ЗП выплатили вовремя, хвала небесам и президентским грантам. Чуть выше, чем небеса. В космосе. А вот и минусы. Опа! Главное из них это стерильность премии, желание всем угодить. В шорт-листе номинантов участвует огромное количество постановок. От 50 до 70 в среднем. Уже какие-то не шорты, а бриджи, получается. И каждого надо отметить. Не выиграл премию в основной номинации, мы приду вам еще номинации специальные. Только не расстраивайся. Ок? Справедливости ради в этом году на главную премию лучший драм-спектакль большой формы претендует всего шесть спектаклей. Видимо, все благодаря пандемии. Но все же, стремление отметить все и вся порой даже противоречит простой логики. Вот, например, 2019 год. Кукольный спектакль комнаты Герды побеждает в номинации лучшая режиссура, лучшая актерская работа, да даже художник получает свою маску. Правда, за другой спектакль, но факт остается фактом. А как же сама постановка? Она что, без премии останется? Пожалуй, да. Этого недостаточно, чтобы стать лучшим спектаклем. А нам нужно еще кого-нибудь отметить, как мои сумасшедшие классухи. Раздайте уже всем эти маски по кусочку и дело с концом. Вместо того, чтобы проводить скучнейшую церемонию награждения, где люди в классических костюмах красиво и правильно говорят примитивнейшие слова о театре. Кстати, о церемонии. Это просто кладезь стереотипов о театре. Мне кажется, креативный отдел, отвечающий за сценарий этого мероприятия, выглядит примерно так. Точно! Пусть будут актеры в масках! Ведь раньше было лучше, чувствуя себя блумером на этих словах. Вот, например, в 1997 году церемония маски проходила в атмосфере похорон театра 20 века, а ведущие были одеты в костюмы могильщиков. Правда, церемония закончилась скандально, но даже похороны были веселее, чем то, что мы видим сейчас. А сейчас долго, трехчасовая двутиатина разбавляется классическими номерами типа арии из оперы или детским хором и все. Где неповторимый стиль? Где эти элементы шоу, как на Оскаре, где номинанты могут есть пиццу прямо в зале, слушать выступления группы Queen или стендап? Да, Оскар не лучший пример, у них есть и свои косяки, но там хоть что-то происходит. Выступления лауреатов маски после вручения обычно выглядят вот так. Спасибо за эту роскошную награду в первую очередь организаторам маски. Всем кураторам, администраторам. Спасибо актерам. Спасибо художникам. Спасибо монтерам, парламентерам. Спасибо моему брату Федору. Спасибо. Спасибо. Пропустил остановочку. Спасибо. Спасибо. Интернет в доме у меня уже есть. По итогу возникает резонный вопрос. Для кого это все нужно? Для региональных театров? Дронник, безусловно, важно получить масочку, но в остальном простому зрителю все эти церемонии по барабану. Да, даже на канале Культура церемония шла не в прайм-тайм, а в полночь. В записи. На канале Культура. Хотите сделать сходку для своих? Ах, зачем такая помпезность? Можно же сделать все в виде актерского капустинга. Это, кстати, будет интересно и не театральному зрителю. Хотите сделать запоминающийся ивент для простых смертных? Сократите количество номинантов. Оригинально представьте каждый спектакль. Не просто покажите трейлер, а снимите Блиц-интервью, видосы из-за кулиси, покажите хоть немного внутреннюю кухню театра, чтобы зритель делал ставки на победителя, ждал с упоением церемонии награждения, а не чувствовал себя оторванным от высокого искусства. Если же не иметь в виду простого зрителя и элемент шоу, то сама идея номинации кажется фарсовой. С учетом того, насколько современный театр сейчас разносторонний и многожанровый, сравнивать спектакли друг с другом не представляется возможным. Как можно, например, выделить лучшую оперу, если у тебя номинирована опера из Большого театра и Электротеатра со своими экспериментальными находками и трепанацией Черепа Ленина? Как можно определить лучший спектакль Эксперимент, когда в нем участвуют постановки в жанре аудиопроменадов? Напомню, этот жанр уже даже близко неэкспериментальный, с учетом того, сколько лет уже мы встречаем такие спектакли. Несостыковок много, но все они исчезнут, если фестиваль будет более четко определять свою целевую аудиторию, и предоставлять тот контент, за которым будет интересно следить. Да, у Золотой маски есть свой подкаст, где они простым языком говорят о театре. Есть классный проект «Лучший из миров» с интересными фактами, который, правда, не обновляется уже 8 лет, и там написано, что самый короткий спектакль идет в 15 минут, хотя он идет в 12 минут. Это вы все узнаете на наших группах ВКонтакте и Фейсбуке. Да, и долгие мастер-классы в Ютубе никто не смотрит. Почему хотя бы не сделать хайлайты с лекцией, чтобы зрителю захотелось посмотреть полную версию? Почему бы не сделать жаркие дискуссии по поводу того или иного спектакля, а не зализанные обсуждения, где все, как всегда, в восторге от каждого спектакля фестиваля? И так далее, и так далее. А на этом все. Совсем скоро пройдет очередная церемония награждения. Будем надеяться, что она пройдет не так уныло. Ну а про самые интересные, по нашему мнению, спектакли этого фестиваля мы расскажем в своих соцсетях. И кстати, еще один лайфхак. Вместо того, чтобы долго перечислять на церемонии награждения весь список партнеров и спонсоров, можно представить их как-то оригинально, как-то это обыграть, как сейчас в Ютубе делают. Разыгрывают разные сценки, и в итоге такие опа, нативная рекламочка. Так что, ребята, из золотой маски, мы готовы, мы готовы к вам прийти, сделать хотя бы рекламу, может еще больше, мы готовы. Мы можем придумать крутую нативную рекламу какого-нибудь фонда Потанина. Потанин, наш друг и брат, сделаем индийское кино, где Потанин спас весь мир. Потанин? 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 Продолжение следует...